Завершился 20-й чемпионат мира по боксу, который проходил в Екатеринбурге. На домашнем турнире наши спортсмены завоевали 3 золота и 1 бронзу. В заключительный день сборную России представляли Андрей Замковый, Глеб Бакши и Муслин Гаджи Магомедов. О том, как проходили финальные бои, в материале СЭ. Началось все с выхода на ринг капитана сборной России Андрея Замкового. На этом чемпионате он уже победил олимпийского чемпиона 2012 кубинца Рони Ля Иглесиаса Сотоланга, а в полуфинале расправился с представителем Казахстана Блайханом Жусуповым. В самом главном же бою турнира Замковому противостоял не менее сложный соперник, англичанин Пэт Макармак, который дважды останавливался в шаге от золота на чемпионатах Европы. И сейчас сложилось так же. Замковый откладывать дело в долгий ящик не стал. Изучив соперника, он тут же нанес англичанину удар слева и выбил у него капу из орта. Когда бой возобновили, россиянин снова налетел на Макармака и ударил уже с двух рук. Противник Андрея явно не понимал, что ему делать. Атаки у британца получались, но Замковый тут же отвечал своими. Во втором раунде англичанин особо ничем не удивлял, а в середине раунда боксеры и вовсе столкнулись головами. Из-за рассечения у Макармака было принято решение остановить бой. Посчитав очки, четверо судей из пяти признали Андрея Замкова чемпионом мира. «Эмоции зашкаливают, хотя пока не осознал содеянного, потому что не отошел от боя», — сказал Замковый. «Я безумно рад. Чемпионат мира и Олимпийские игры — совершенно разные турниры. Сейчас оставался последний главный бой, настраивался на финал по максимуму. Я был уверен в своих силах. Сейчас немного отдохну и начну готовиться к квалификационному турниру на Олимпийские игры». Потом пришло время другого российского боксера Глеба Бакша, выступающего в весовой категории до 75 килограммов. Соперником нашего 23-летнего спортсмена стал филиппинец Эумир Марсиаль, который, по словам самого Глеба, обладает сильным ударом и, кроме всего прочего, в бое себя ведет достаточно агрессивно. По этим причинам первый раунд остался за Марсиалем, преимущество, небольшое, но было. А ведь до этого в интервью Глеб признавался, что в решающих поединках нельзя давать судям ни малейшего повода усомниться в том, кто на ринге является чемпионом. Оказывается, Глеб и сейчас действовал по плану и, исходя из слов россиянина, намеренно отдавал сопернику пространство, чтобы тот подустал. На второй раунд вышел уже совершенно другой Бакша. Филиппинец отважно пошел в атаку и наткнулся на достаточно плотный удар слева. Марсиаль упал. Но важно было не это, самое главное, что филиппинец был потрясен, он понял, кто здесь хозяин ринга. Остаток второго раунда явно остался за россиянином. В третьем соперник Глеба попытался что-то противопоставить нашему бойцу, но особо ничего не получилось. В итоге все судьи единогласно признали Бакша чемпионом. Есть второе золото сборной. Мы знали, что соперник обладает сильным ударом, знали, что он будет агрессивно вести поединок, сказал Бакша. Поэтому я специально отдал первый раунд, чтобы он вымотался. А со второго раунда начал работать, и отправил соперника в нокдаун. Я хотел, чтобы он упал. Хотя такое развитие событий не предугадаешь, этому нокдауну я обрадовался. Это был важный зачет, но именно зачет, потому что экзамен будет в 2020 году в Токио. Сейчас я хочу побыстрее выпить газировки, а потом, немного отдохнув, начать готовиться к Олимпиаде. Последней по списку, но не по значимости стала золотая медаль Муслимага Джимагомедова, до 91 килограмма. Его соперником стал участник двух Олимпиад Эквадорец Хулиасисар Кастиляторис, оказавшийся для нашего боксера достаточно неудобным соперником. С первых секунд противник россиянина, никого не боясь, пошел в атаку, а несколько ударов эквадорцы и вовсе достигли своей цели. Гаджимагомедов ответил своими сериями и, надо сказать, все же под конец раунда смотрелся куда убедительнее. Во втором раунде преимущество Муслимас каждой секунды лишь увеличивалось. Кастиляторис уже никак не мог подобраться к нашему бойцу, а сам пропускал достаточно много. Концовку боя россиянин уже абсолютно контролировал, не позволяя сопернику ничего лишнего. В результате, третья победа наших спортсменов, которые подарили не только трибунам, но и целой стране настоящий праздник. У нас давно не было такого выступления на чемпионатах мира, сказал Гаджимагомедов. Честно говоря, не ожидали такого, ведь была цель завоевать две золотых медали. «Рад, что мы эту задачу перевыполнили. Победу в финале я посвящаю маме. Она много сделала для того, чтобы я тренировался, провожал меня за этим золотом. Несмотря на превосходное выступление нашей сборной, а трех золотых медалей у нас не было со времен чемпионата мира в Чикаго 2007 года, главный турнир еще впереди. Однако на Олимпиаду в Токио 2020 нашим спортсменам отбираться лишь предстоит. Россияне смогут побороться за путевки в марте следующего года в Великобритании на Европейском Олимпийском отборочном турнире. Еще один шанс попасть на Олимпийские игры нашей команде представится в мае следующего года на Мировом Олимпийском отборочном турнире. А пока до ближайшего квалификационного турнира остается полгода, нам остается радоваться за ребят, впервые завоевавшим золото чемпионат мира. А уже совсем скоро, с 3 по 13 октября в Улан-Удэ пройдет 11-й женский чемпионат мира по боксу. Генеральный секретарь Федерации бокса России, член исполкома Международной Федерации, АИБА, Умар Кремлев оценил выступления наших спортсменов, рассказал о планирующихся в нашей стране турнирах, а также заявил, что Международная Ассоциация Бокса в следующем году станет лучшей спортивной федерацией. Турнир прошел на высочайшем уровне. И все спортсмены, руководители национальных федераций, исполняющие обязанности президента АИБА, Международная Ассоциация Бокса, Мохаммед Мустасан, члены исполкома сказали о том, что это лучший чемпионат за всю историю. Да, ребята выложились на максимум и настолько достойно выиграли этот чемпионат, что просто нет слов. В последний раз наша команда показывала такой результат лишь в 2007 году в Чикаго. Поэтому я благодарен тренерскому штабу, который настолько грамотно подготовил спортсменов. Мы проведем анализ, затем проделаем хорошую работу, в том числе и над ошибками. И на ближайшем чемпионате России еще раз на всех посмотрим, а уже к концу ноября сформируем сборную на Олимпиаду. К судейству у меня нет никаких претензий. Считаю, что АИБа правильно сделала, что ввела протесты. Если у кого-то были какие-то вопросы к судейству, команда могла просто поднять желтую карточку, как это было в ситуации с Максимом Бабаниным. Затем комиссия пересматривает бой и поведя с Ямком определяет настоящего победителя. Но, хочу сказать, что протестов на этом чемпионате мира практически не было. Да, мы хотим, чтобы в следующем году в России прошел Кубок мира по боксу, но для начала его надо возродить. Как раз по этому поводу мы и общались с членами исполкома. Россия – боксерская держава и, учитывая сложности с Международным Олимпийским комитетом, все боксеры приехали для того, чтобы поддержать АИБа. Кроме этого, на этом чемпионате мира принимали участие действующие чемпионы мира и Олимпийских игр. Была такая колоссальная конкуренция, что говорит о том, что весь боксерский мир поддерживает Международную ассоциацию бокса и ждет ее скорейшего восстановления. В АИБа уже начались реформы, и я думаю, что в ближайшее время федерацию ждут только улучшения. А уже в следующем году Международная ассоциация бокса не просто вернет свою значимость, но будет лучшей спортивной федерацией.